Спасибо большое за донат Иракли Спиропулу с текстом на оценку участников Евровидения 2021. Ну, я это не смогу посмотреть именно, показать на экране вам, поэтому мы это послушаем, я это буду смотреть. Ну, вообще, я это видел уже, у меня уже должна быть где-то реакция на канале. Давай переслушаем еще раз. Ну, чел, типа ты меня просто, ты понимаешь, что ты меня просто подлейшим образом подставляешь под не самый веселый хайп? Потому что, типа, тут не важно, что я сейчас скажу, меня кто-нибудь, да, отхуесосит за это. То есть, в принципе, вообще, ну, в любом случае будет много просмотров на реакции, даже хорошо, если не будет, и в любом случае меня отхуесосят. Короче, я, как обычно, стараюсь, насколько это возможно, исключительно о музыке говорить. То есть, я оцениваю данный там номер, перформанс, песню, насколько это вообще музыкально, прикольно, интересно, слушабельно, саранжировано, стыдно, не стыдно и так далее. У них было две песни, на одно Евровидение, которое не состоялось, на другое, на которое в итоге они попали и выиграли. И вот, короче, какая из них это, я не помню. Одна из них была получше. По-моему, другая. А хотя, не, ни хрена, у них там, блин, одна была какая-то прям совсем заунывная такая. А это, типа, такой, короче, бодрый украинский хардбас. Ну, я угораю, ладно, не хардбас, понятно. Какая у них была другая песня? Может, на самом деле, забить, типа, тут все равно особо нечего, во-первых, говорить, во-вторых, может, наоборот, вау, это так трогательно. Это настолько невероятно и так цепляет, сразу чувствуется, что-то там, блядь, сразу чувствуется, нихуя не чувствуется, на самом деле. Или просто песни и песни. Ля, кавер на верхую сердючку хочу посмотреть. А, вот этот соловей. Вот соловей прям полное говнище. Здесь хотя бы есть какое-то, ну, какое-то... Что-то бодрое такое, въедливое, запоминающееся. То есть, это гораздо интереснее. Долбанутые звуки не строящих флейт, типа, специально сделанных. Чтобы еще больше вызывать у тебя странных эмоций. Короче, про эту песню мне реально толком нечего сказать. То есть, ну, что-то странное, не особо такое кайфовое для переслушивания, не особо прикольное и интересное. Давайте я вам просто скажу про остальных участников. Значит, во-первых, Манижа и вот этот Russian Woman — это просто самый коричневый, блевотный гигапиздец, который я вообще, в принципе, видел когда-либо не то, что на Евровидении, а в жизни. То есть, именно музыкально более стыдного, хуевого, абсурдного и коричневого номера просто себе представить невозможно. У Литвы в The Rube тоже по второму кругу пошли. Предыдущая песня была хуже, а дискотека прикольнее. Словения, не помню. To save voices. Там какая-то супертипичная, супер прям клишейно-шаблонная попсня была. По-моему, короче, что-то... Can you hear a million voices? Она хотя бы запоминается, но... Ну, типа, абсолютно безликая песня, неинтересная. От Кипра была... Что-то там... Nana, El Diablo, El Diablo... Как я это помню все? Я вижу название, страну, и я прям вспоминаю мотивы. Я считаю, что если я хотя бы могу хоть что-то вспомнить, это уже говорит о том, что песня, по крайней мере, какая-то степень хитовости в ней есть. То есть, она въедается, она запоминается. Вот. Mata Hari от Азербайджана охуенная тема, прикольная. Set Me Free, Израиль. Это, да, прям пиздатый трек. Я его даже добавил себе в аудио, мне он нравится. Норвегия, супер недооцененный трек Fallen Angel. Классный достаточно. Что-то такое. Жемикас Параша какая-то. Ну, типичная, короче, бледобабская толстая песня. Насрать. San Marino, это, короче, фрики-старики. Я помню, что там примерно было, но я бы хотел не помнить. Это все хрен знает что, хрен знает что, бла-бла. Кстати, без шуток нормальная тема у Молдавии. Вот это Sugar. Это какая-то переведенная другая. Типа на русском, короче, тоже была эта песня. Она как-то по-другому называлась. Я не сделала ее на английском. Типа, Sugar. То есть, на самом деле, неплохой трекан. Финляндия. Ну, вроде как рокеры, но тоже безликие, скучные. Я вообще ничего не помню. Типа, попсня оказалась интереснее. Исландия. Там вот эти, короче, дади, хренади. Там хрен знает, как их это все читается. Ну, это был очень интересный такой, прям стильный, не стыдный. Ну, самый не стыдный такой номер на Евровидении. Самый с подходом вообще, короче, интересным к музыке. Ну, второе место. Второе, потому что первое понятно, кому надо отдавать. А так, как бы, по-хорошему, вот эти челы. Ну, вполне заслуженно втором месте, я считаю. У Сербии, там, короче, какая-то группа серебро на стероидах и на этих, как она называется, уколах. Какой хуйней губы накачивает? Силикон или... Забыл. Какое-то другое есть. Ну, типа, ну так, подрочить без звука нормально. У Албании, кстати, что-то прикольное было весьма. Ну, в Албании всегда прикольное, что-то происходит. У Португалии, я не помню вообще песни, я помню, что у него голос был супер дурацкий. Это как будто двойной Адриана Челентана. То есть такой прям... Долбанутый был. Ну, короче, вот все, что я перечислил, оно, скорее всего, интереснее, чем этот трек. Именно музыкально. Потому что здесь просто, ну, никак, по сути. Типа, фолк ради фолка. И победа, как бы, ради толерантности, а не ради, там, музыки. Ну, с другой стороны, а как еще, может быть? Субтитры сделал DimaTorzok Я бы лучше пересмотрел, кстати, тем более, как раз они кавер делали на Верку и Сердючку. Я бы лучше просто номер Верки и Сердючки пересмотрел. Там мне гимн Германии. Ботокс, да, я ему не вспомнил. Как я мог забыть? Это же любимый, как бы, любимый ингредиент одного... Как бы так сказать? Одного очень влиятельного человека. Дайте какую-нибудь облогу поставим-то хотя бы, чтобы это все... Поставить просто потом на... Как это сделать, в общем? Ну, пожалуйста. Как я мог забыть ботокс, господам? Ну, к слову, еще раз. То есть вы поняли свойства моей памяти? Долбанут. Я забыл, как называется ботокс, но я не забыл какую-то всратую песню от какой-то богом забытой страны. Причем много таких песен, которые были просто уже 3 миллиона лет назад. Просто... Ну, то есть все, что прикольно. Я мотивчики даже могу напеть. Дайте мне любой инструмент, я вам сыграю эти мотивчики. Еще и в точности, и все аккорды, и так далее. У меня довольно интересно работает память. Ну, честно, тут нечего сказать. Это прикольнее, чем их прошлая песня, которая была в прошлом году на Евровидении. Ну, вернее, в прошлом от этого. Ну, не знаю, просто какая-то такая обычная всратая штука. Если бы не происходили всевозможные события, то в один ряд с такими чуваками, которые... Есть такие какие-то очень гордые страны, которые периодически любят отправить какое-то фрик-шоу такое на Евровидении, связанное с их, типа, национальной идентичностью, и плясать от этого. Вот. То есть, если, например, всякие греки, там, или кто, киприоты, Кипр, мне кажется, как будто постоянно отправляют какую-то псевдолатину такую на Евровидении. Типа... Короче, бюджетная Испания. Или бюджетная Латинская Америка, я не знаю. Ну, почему-то они вот прямо угорели по этой теме. Албания что... Ну, кстати, Албания тоже на своем языке постоянно, но у них достаточно интересно. А есть те, кто... Ну, часто бывают какие-то... Там, не знаю, Сербия нередко, по-моему, отправляет на Евровидение какие-то такие коричневые номера достаточно со своим, вроде как, национальным колоритом и, ну, там, на своих языках, и при этом это музыкально какая-то полная херь душня. Вот. Иногда бывает интересно, когда, например, от Словении на своем языке у них было в каком-то году, там, короче, парочка такая была, что-то такое интересное. Да... Ну, ну, чё, ну, всё. Всё. Вот такое мнение легендарного меня. Надеюсь, было очень интересно, очень познавательно. И прям хочется теперь пересмотреть все остальные мои ролики и заходить на стримы каждый день. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!